Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я рада приветствовать вас. Сегодня в городе Большой Камень состоялось грандиозное событие, спортивное событие по боевому самбо. Главный тренер команды. Представьтесь, пожалуйста. Моя фамилия Яц, зовут меня Михаил Викторович. Борьбой самбо я начал заниматься с 10 лет. Первое первенство в России я выиграл в 14 лет. Потом было еще 4 первенства в России по борьбе с самбо. Серебряный призер России по борьбе с видос среди молодежи. Также я являюсь чемпионом открытого чемпионата США по борьбе с самбо. Двухкратным призером Азии, неоднократным призером Вооруженных сил Советского Союза, неоднократным победителем Тихоокеанского флота по борьбе с самбо. И победителем на призы мира по боевому самбо в городе Владивостоке. А также с нами представьтесь. Степанов Денис Юрьевич, тренер по боевому самбо. Также занимался спортивным самбо. Сейчас он развивает активно боевое самбо. Учит наших воспитанников. Здесь у нас Калевашка Владислав, участник Дальневосточного федерального округа среди взрослых по боевому самбо. Он является серебряным призером Федерального округа по спортивному самбо среди юниоров. И бронзовым призером Федерального округа среди взрослых. Найденов Евгений, он также неоднократный победитель соревнований по боевому самбо, по борьбе с умо. Чемпион Дальневосточного федерального округа, участник первенства России в городе Смоленске по борьбе с умо. И самый младший у нас Морозов Арсений. Ну, он только начинает путь, но он тоже постоянно выигрывает соревнования по борьбе с умо, по самбо. Ну, в общем, ребята молодцы, прям спортивные. Сейчас мы тоже начали развивать соревнования по борьбе с дзюдо. Ездим на соревнования по борьбе с дзюдо. Ну, вашему спортивному успеху можно только позавидовать. Ну, естественно, напрашивается вопрос, как достичь такого успеха спортивного. Ваш секрет? Ну, секрет нашего успеха, он лежит, как бы, и на поверхности, и в то же время, это еще в 1966 году, это день основания секции борьбы с самбо, основал Нуждаев Виктор Алексеевич ее. И мы все старались и стремились побеждать. Ну, можно назвать таких людей, на которых мы стараемся равняться. Это первый мастер спорта Советского Союза Лапшин Валерий Анатольевич, Потапов Юрий Мефодьевич. Это первый президент Федерации Приморского края по борьбе с самбо. Прокопенко Александр Николаевич, мой первый тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер России, судья международной категории экстра-класса. Сейчас помогает нам развивать самбо Шкедов Сергей Григорьевич. Это председатель коллегии судей Дальневосточного федерального округа, судья международной категории экстра-класса. Также основоположниками нашего успеха были первые тренера. Это Шпак Александр Васильевич, который до сих пор тренирует, несмотря на свой возраст. Возраст и князев Валерий Федорович, которые добивались очень высоких результатов, выигрывали они командой первенства и чемпионат Приморского края. Также один из наших воспитанников, это Гуляев Василий Иванович, заслуженный тренер России по борьбе дзюдо, подполковник погранвойск. Он является призером Советского Союза по борьбе с самбо. Ну и конечно же, это мой друг Владимир Радольфович Вольфшмидт, с которым мы боролись, который является неоднократным призером Азии, бронзовым призером Советского Союза, чемпионом спартакиады народов РСФСР, многих международных турниров по борьбе с самбо и борьбе дзюдо. Сейчас его сын Максим занял 5-6 место на чемпионате Германии. Владимир Радольфович, вам привет, всем, всей вашей семье. Ну вот расскажите, как вы вообще тренируете свою молодежь, как вот их мотивируете на победы, как вот это все происходит у вас? Ну, во-первых, изначально мы все базовые борцы, мы все занимались самбо. И было предложение от Михаила Викторовича, как бы, наших самбистов переквалифицировать на боевое самбо. Ну, мы подключили ударку, как бы, я сам в свое время занимался боксом, и как бы, ну, есть опыт. Наши тренировки длятся по 2 часа. После всего этого мы с перспективными, ну, с теми ребятами, которые на соревнованиях что-то показывают, мы отрабатываем именно для них приемы. То есть, если у кого-то больше в ударке что-то получается, мы отрабатываем удары. Именно на лапах, именно с переводом в партер, именно в добивании. Так как самбо нет удушающих, я своим воспитанникам ставлю упор именно на удушение. То есть, со всех видов сзади, со спины, сбоку, сверху. То есть, мои ребята, как бы, сейчас обладают и впоследствии будут доминировать именно в ударке и именно удушающих. Ну, можно сказать, что вот именно вот все равно на каждого бойца смотрим, да, на каждого спортсмена? Индивидуальный, да, каждого подход? В этом задача каждого тренера, чтобы тренировать не именно всю группу, а давать именно что-то индивидуальное для каждого спортсмена. То есть, разглядеть индивидуальность, специфику каждого. Супер. С какого возраста, вот, нас наверняка сейчас смотрят родители, и интересно, с какого возраста можно прийти и заниматься именно этим видом спорта, самбо? Ну, у нас шпак Александр Васильевич набирает детей возраста 5-6 лет и дает им начальные азы, то есть они изучают акробатику, самостраховку и некоторые элементарные приемы. А вообще по сампину разрешается единоборствами заниматься с 10 лет. Боевое самбо практикуют с 14-15 лет. Ребят, ну, я думаю, самое время продемонстрировать вам, нам ваши способности спортивные. Покажете нам несколько приемов? Да. Сейчас будет продемонстрирован бросок через бедро. В свою очередь, следующий будет бросок через плечо со стойки. Сейчас будет бросок плечо с колен. Сейчас будет бросок ножниц. Сейчас бросок, проход в ноги. Ну, как бы все. Ну, здорово, ребята, вообще молодцы. Чувствуются прям спортсмены настоящие. Ребят, а наш выпуск подошел к концу. Мы с вами прощаемся. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать добрые комментарии. Я надеюсь, сегодняшний выпуск был для вас огромной мотивацией, чтобы заниматься спортом, идти в спорт, вести здоровый образ жизни. На сегодня все. Пока-пока. Самбо наша сила, самбо наша все. Главный тренер команды Михаил Юрьевич. Викторович. Самбо сила, самбо... Чувствую. 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 Чувствую.